Добрый вечер зрителям национальной вещательной компании САХА. Сегодня последние дебаты. Уже послезавтра наступит день всеобщего голосования за нашего будущего президента страны. И поэтому сегодняшний эфир мы решили построить немного иначе. Но сначала позвольте прочитать уведомление, которое пришло к нам только что, в котором нам сообщили, что никто из доверенных лиц самовыдвиженца Владимира Путина не сможет принять участие в сегодняшних дебатах, поскольку все они находятся на встречах с избирателями в отдаленных районах республики. Представляю участников. Сегодня это доверенное лицо кандидатов президента России от партии ЛДПР Владимира Жириновского Надежда Викторовна Акимова. Доверенное лицо кандидатов президента России от партии КПРФ Павла Грудинина Вячеслав Семенович Куличкин. Доверенное лицо кандидатов президента России от партии партия Роста Бориса Титова Евгений Никандрович Язев. Здравствуйте. И доверенное лицо кандидатов президента России от партии «Яблоко» Григория Явлинского. Семен Николаевич Соловьев. Нурен Наргей. Добрый вечер, уважаемые доверенные лица. Сегодня я предлагаю каждому из вас, уважаемые доверенные лица, обратиться с финальным обращением к якутянам, объединить все самое главное и важное, которое было сказано на всех предыдущих наших дебатах. У каждого из вас будут по пять минут. Надежда Викторовна, вы начинаете. Время пошло. Уважаемые избиратели, мои земляки. С 19 февраля наша партия приняла участие на совместных агитационных мероприятиях, благодаря которым мы смогли вас ознакомить с программой нашего кандидата Владимира Вольфовича Жириновского. 18 марта это важный день. День, когда именно мы берем на себя ответственность выбирать, делать свой выбор и отдавать власть тому, кто будет в дальнейшем ввести нашу страну, решать нашу судьбу, судьбу наших близких и наших детей. Именно мы решим, кто будет стоять сегодня у власти. Есть и те, конечно, которые не придут на выборы. Это ваше право. Но надо сегодня понимать, что вы перекладываете ответственность на меньшинство. Делая такой поступок, в ближайшие шесть лет вы будете пенять именно на себя, а не на ту власть, которую выбрало меньшинство. Поэтому нужно 18 марта прийти на избирательные участки и отдать свой голос. Свой голос за уверенное будущее, за сильного лидера, за сильную партию, за ЛДПР. В продолжении своей речи хочу вам сказать, что партия ЛДПР, она была всегда народной партией. Да, в нашей национальной республике многие считают нашего лидера, нашего кандидата националистом. Но это всего лишь неподтвержденные факты, вырванные из контекста вещи, чтобы оградить нас от народа, именно от вас, наши избиратели. Сегодня я хочу сказать, да, действительно, в нашей программе есть отмена родного языка в школах. Но это делается не для того, чтобы оградить вас от родного языка. Нет. Сегодня это делается для того, чтобы у каждого гражданина Российской Федерации был свой выбор. И чтобы он выбирал, какой язык ему учить самостоятельно. Ведь на самом деле в нашей республике только проживает 80 национальностей. И мы сегодня должны поддерживать культуру всех, не давать никому привилегий. А конкретно развивать культуру всех народностей, никого не ущемлять. Все должны развиваться одновременно и сохранять свои традиции. ЛДПР – это развитие России. Именно Жириновский говорит о том, что у нас не будет ни одного бедного, голодного и бездомного. Сегодня пришло время обратить внимание нам на то, как сегодня живет наша республика. Ведь сегодня реалии таковы, что у нас дорогие авиабилеты, дорогая корзина продовольственная, особенно на севере. Сегодня надо сказать и о том, что у нас сегодня нет доступного образования и качественной медицины. Ведь реалии действительно таковы. Поэтому нам пора прекратить этот беспредел и проголосовать за Жириновского. Ведь дело заключается не в том, сколько денег направили в наши регионы, а дело заключается сегодня в той коррупции, которая есть в регионах. И вертикаль власти на это закрывает глаза. Именно мы с вами сможем поменять то, что сегодня нужно давно сделать – изменить курс нашей жизни. Курс в благополучную жизнь. Больно и обидно сегодня смотреть на наш регион. И именно 18 марта надо прийти на избирательные участки и не игнорировать свой выбор. Обязательно прийти, привезти свои семьи и сделать свой выбор. Я понимаю, что мы все устали от бесполезных обещаний предвыборных. Я понимаю, что из года в год мы живем от выборов до выборов. И фактически у нас ничего не меняется. Но вы понимаете, что несмотря на это, все равно теплится надежда в уверенное будущее. Ведь сегодня наша Россия, наша страна должна стать экономически сильной. Развивать абсолютно все направления. У нас сегодня должно стать бесплатное образование, доступная медицина. У нас сегодня должна развиваться наука. Мы сегодня должны быть впереди планеты всей. И по экономическим показателям, и по военной промышленности. Мы сегодня должны слезть с сырьевой иглы нефтяной. Мы сегодня должны подсадить наши продукции всех остальных. Чтобы именно наша экономика развивалась. С развитием нашей экономики будет и развитие нашей страны в целом. Поэтому голосуйте за Жириновского. Пора сделать мощный рывок вперед. Спасибо. Это была Надежда Акимова. Доверенное лицо кандидата в президенты России от партии ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского. Но сейчас с финальным обращением к зрителям и к избирателям обращается Вячеслав Семенович Куличкин. Доверенное лицо кандидата в президенты от партии КПРФ Павла Грудинина. Пожалуйста, ваши пять минут начинаются прямо сейчас. Добрый вечер, дорогие друзья. Как было заявлено, выборная кампания Российской Федерации завершается. 18 марта для России это судьбоносный день. Будет решаться вопрос о будущем нашей России. Какой путь он изберет. Мы понимаем всю ответственность и КПРФ, и НПРС выдвинули кандидата, патриота-государственника, руководителя, директора совхоза имени Владимира Ленина Грудинина Павла Николаевича. Мы понимаем, товарищи, и знаем, что Россия всегда была сильна духом коллективизма и чувством справедливости. Мы понимаем, что в этой России, нынешней России, где правят олигархи и их приспешники, честной выборной кампании никогда не было и не будет. И мы осознаем это. И когда шли на эту выборную кампанию, мы это понимали. Но мы болеем за нашу родину, за Россию. Сегодня, товарищи, наша Россия находится в тяжелом экстрементном положении, в тяжелом социальном положении, моральном. Очень тяжело жить в России. Несмотря на это, коммуническая партия всегда боролась против криминальной олигархической системы, которая сложилась в России. Товарищи, мы должны понимать и осознавать о том, что эти выборы будут решающие. Сто лет назад, когда решалась судьба России, вся Россия стала под красные знамена и под руководством большевиков партии большевистской Ленина победила. И за 20 лет создала Советский Союз сильную экономику, провела индустриализацию и победила в Великой войне. А эти 18 лет, последние 18 лет, мы слышим сказку о новой России. И это обещание и посылы до сих пор не исполнены. Россией правят олигархи. Мы в этом убедились в Ленском районе, когда глава района и жители, простые люди, не могут добраться до Витимой Передуя. Это только светочки, товарищи. Нас давят налогами, нас давят поборами, капитальных ремонтов и так далее. Товарищи, Павел Николаевич Грудин однозначно заявил о том, что та система, которая сложилась, ее надо менять. Надо менять социально-экономическую платформу, которая сейчас сложилась в России. Мы понимаем, что на данный момент только выборным путем этих выборов можно это решить. Это реальностово, это не фантастика. Поэтому мы всех призываем прийти в избирательный участок и проголосовать за Павла Николаевича Грудинина. Павла Николаевича Грудинина в программе обозначена. Мы за бесплатное образование, за бесплатную медицину. Мы за то, чтобы молодежь был трудостроен. Будет первым указом президента будет принят закон о первом рабочем месте для рабочих, для молодых специалистов и для молодежи. Пенсионная система, как таковой, она будет изменена. Возраст пенсионный не будет повышен, как сейчас заявляют власть имущие. Товарищи, надо полагать, налоговая система в России, она тоже должна быть изменена. Тот доход, который наша республика собирает, налоги и так далее, она должна 50% оставаться в нашей республике. Только тогда можно реально говорить о развитии в целом. По поводу, товарищи, еще раз хотим обозначить. Мы должны понимать, что в этой России, в нынешней России, жить и развиваться нет возможности. Поэтому надо выбрать новый путь, путь социализма. Это путь развития. Когда выдвигался Павел Николаевич Грудинин, человек, патриот, хозяйственник, он знал и видел, какая ситуация, и знал, какая будет борьба, когда идет полная калевета на него. Но, несмотря на это, он выдержал удары эти. Он выдержал и выстоял. И сейчас идет до конца, до выборной кампании, осталось два дня. И мы вас призываем прийти в избирательный участок и проголосовать за нашего кандидата, за Павла Грудинина. Спасибо, товарищи. Мы верим, победа будет за нами. Спасибо. Это был Вячеслав Семенович Куличкин, доверенное лицо кандидата в президенты России от партии КПРФ, Павла Николаевича Грудинина. Далее выступает доверенное лицо кандидата в президенты России от партии «Партия Роста» Бориса Титова. Евгений Никандрович Язев, пять минут ваши. Прошу вас. Спасибо. Дорогие друзья, осталось совсем немножко до момента выбора не столько и, наверное, не только президента Российской Федерации, на которую претендует Борис Титов, кандидат в президенты. Но прежде всего вы выберете ту систему, ту цель, тот путь, по которому мы пойдем в ближайшие несколько лет. Я могу вам совершенно ответственно заявить, что участие в президентских выборах Бориса Титова позволило нам все-таки донести до вас нашу программу стратегии роста, которую разрабатывали задолго до этих выборов и которую представляем сегодня от имени Бориса Титова для того, чтобы вы выбрали наше с вами будущее. Вы, наверное, заметили, что не все кандидаты в президенты представили своих доверенных лиц в нашей республике. Вы, наверное, обратили внимание, что только ряд из них, часть из них относится к вашему вниманию серьезно и хочет, чтобы вы поняли, что ваш выбор определит не столько личность, сколько то, как вы будете жить. Я хочу вам напомнить 2002 год, ну где-то тот период, когда вы собирали подписи в поддержку Вячеслава Штырова. Вы его выбрали, Федеральный Центр, естественно, принял это решение и любые решения, поддержанные вами, сегодня становятся для Федерального Центра руководством действию. Руководством к выбору отношения к вам, помощи вам, участия в вашей жизни, будь то любой президент, но главное, чтобы это был разумный, абсолютно адекватный человек, который знал, что делает и куда республика должна наша идти. Я напомню вам, что после того активного вашего содействия избранию Штырова, у нас были проданы все объекты, и сегодня отчитывается руководство республики не развитием Якут Газпрома, не развитием Лена Нефтегаза, Саха Нефтегаза, а развитием Роснефти, Большого Газпрома и других федеральных, государственных и негосударственных монополий. Вот этот подход мы предлагаем пересмотреть. Вы все ходите по этим улицам, живете в этих маленьких квартирах, уж извините меня за напоминание, но очень часто топчете землю, залитую мочой и мкалом. Вы ходите в магазины, в которых постоянно растут цены. Вы ходите в больницы, когда вам назначают исследования, через две недели, а иногда и через месяц. И неизвестно, может ли человек дожить до этого. Вот это все делает ваш выбор, наверное, самым разумным. Вы должны понять, мы должны это изменить или нет. Программа Бориса Титова предлагает вам стать более активными людьми. Она предлагает, наконец-то, перейти к активной деятельности любого человека. И не обязательно это будет молодой или пожилой человек, но главное, чтобы ему были доступны средства, доступны кредиты, доступна помощь государства. Государство должно обеспечить доступ к тем ресурсам, которые бы позволили вам стать более самостоятельными, независимыми. И перейти от простой стабильности к стабильному росту, для того, чтобы росли ваши дети, росли ваши доходы. И стратегия роста дает нам основания стать более богатыми, стать более здоровыми, стать более продвинутыми. Запомните, кого вы выберете, чью программу вы примете, голосуя за президента, тот и станет основой для вашей дальнейшей жизни. Мы ни в коем случае не должны надеяться на доброго дядю, хотя в настоящее время мы являемся вторыми по получению субсидий от государства, дотаций от государства. Мы являемся лидерами в повышении тарифов ЖКХ, хотя располагаем огромными энергетическими ресурсами. И все это делает нас зависимыми от того, кто будет нами руководить и как он нас будет с вами оценивать. Если вы выберете самостоятельную предпринимательскую политику, активность, участие в деятельности, промышленности, государства, не будете слушать просто обещания, а будете все-таки логично и серьезно относиться к выбору вашей дальнейшей жизни, вот это все и определит. Любой выбор ваш достоин уважения. Но я призываю прежде всего выбрать программу Бориса Титова, стратегию роста и ваше перспективное будущее, которое вы будете создавать своими руками. Это был Евгений Никандрович Язев, доверенное лицо кандидата в президенты России от партии «Партия Роста» Бориса Титова. Далее у нас присоединился к нашим дебатам Семен Николаевич Соловьев, доверенное лицо кандидата в президенты России от партии «Яблоко» Григория Алексеевича Явлинского. Ваше первое, собственно, финальное обращение к якутянам. Пять минут, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые граждане. Действительно, это первый и последний. Как говорится, поздно пить боржоми. Но, однако, я скажу, что программа Явлинского – это европейская Россия. Это что значит? Это значит уход от той власти, которая сложилась сейчас, вот в течение 18 лет, когда узурпированы все права человека. А у Явлинского программа начинается с уважения к человеку, каждому человеку, каждому гражданину России. Что это такое уважение к человеку? Это, во-первых, независимые суды, также независимые телевидение, радио, печать. Вот сейчас вот нас загнали в дебаты, где за 7 минут мы должны раскрыть всю полноту программы, все проблемы, которые окружают нас, нашей Родине. Такого не бывает. Всегда должны быть вопросы, ответы между кандидатами. Мы за такое короткое время можем выкинуть только лозунги, что независимые суды, независимые газеты и так далее. А на самом деле дебаты предполагают полное и глубокое раскрытие каждой проблемы. Почему у нас пенсии маленькие? Почему в Литве пенсия 1000 евро, а у нас 130 евро? Почему так получается? В Литве же не добывают ни золото, ни газ, ничего не добывают. Вот я недавно был в Южной Корее на Олимпиаде. Вот там совершенно другой менталитет, не европейский. Но в Южной Корее сменился президент, который 26 лет пытался стать ею. Но такая же власть, как у нас, не давала ему вот этой пользы. И наконец-то, когда он стал президентом, он сразу же отдал под суд тех президентов, которые были до него. И сейчас Южная Корея, это процветающая страна, скажем так. Там всего лишь 50 миллионов. Однако по территории очень маленькая. Может пару наших районов или пол района какого-нибудь большого. Однако там инфраструктура развита до того, что, скажем так, любо-дорого смотреть. И тогда я подумал, а почему вот мы, всего лишь нас миллион человек в республике. Так? У нас выкачивается ресурсов, денег на триллион рублей. А мы получаем бюджет всего лишь 150 миллиардов. Если я правильно, не ошибаюсь, конечно. Почему так получается? Ведь Явлинский говорит, что если мы изберем его, то бюджет будет распределяться в три стадии. Это 33 федеральный, 33 региональный и 33 муниципальный. Значит, в нашем регионе останется 66% всех денег, которые добываются у нас в республике. Вот где выгода лежит. И при этом, уважая достоинство человека, уважая все европейские ценности, там, где у нас будут защищены права собственности, защита от засилия, скажем так, чиновников, коррупции и всех тех силовых структур, которые сейчас занимаются этими делами. И главное, скажем, в программе Явлинского являются очень глубокие и дальновидные проекты, такие как «Дома», «Земля», «Дороги». Также основным является программа. Это депутатство в Санкт-Петербурге. Он разработал план коммунально-жилищного обеспечения города. Спасибо. На этом все. Спасибо всем доверенным лицам. Уважаемые телезрители, я добавлю то, что вы и так прекрасно знаете. Завтра день тишины, а послезавтра главные выборы страны. Увидимся на выборах. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин